Ребятки, вечерний садовой. Я нахожусь на улице Козлова. У меня за спиной разворотное трамвайное кольцо. А это значит, это что-то значит, что сейчас я пойду в сторону военного кладбища, который находится в самом начале улицы Козлова. Смотрите, в эфире вечерний садовой, и у меня за спиной шумит улица, и грюкают, и проезжают трамваи. А если за спиной грюкает трамвай, это значит, что я нахожусь, скорее всего, на улице Козлова. А если я нахожусь на улице Козлова, возле разворотного трамвайного кольца, это значит, что где-то рядом военное кладбище. Самое известное, самое старое, то самое кладбище, которое начало свою историю в начале 19 века. Тут похоронен Янка Купала, Якуб Колос и много других знакомитых белорусских диад-шоу. Я у входа, он открыт, куча мемориальных табличек. Давайте зайдем и посмотрим. На военном кладбище также находится церковь Александра Невского. Она внутри кладбища, вот она у меня за спиной. Дойдем до нее, поснимаем ее, и если я кого-то знакомитого найду, тоже сниму его могилку. Все будет быстро, оперативно. Февраль месяц, снега нет, погода позволяет. Очень солнечно сегодня и не сильно морозно. Погнали! Я от начала вот этих ворот на улице Козлова, как шоу, буду идти вперед к Александра Невскому собору и снимать вам одну из сторон. Если кого-то увидите, вот, например, Иван Пулихов, а в Минске же есть улица Пулихова, получается, что казнен в ночь 1906 года. Вот видите, Пулихов, какой-то известный революционер. Давайте пойдем дальше. Круглова, Соловьева, Вольфсон. Вот это обычно бывает, так выглядят могилы еврейские, когда такое срубленное деревце и веточки. Но здесь тоже 1939 год. Памятник явно в еврейском стиле, при этом со звездочкой. Вы здесь? Учитесь? В общем, ребята, по этому кладбищу ходят не только наши белорусы, но и китайцы тоже ходят и смотрят всякие разные памятники. Кладбищенской архитектуры. На этой стороне покажу вам такую еще бетонную советскую урну. Во всяких фильмах про Сталина или про пионерлагерь такие урны есть. Народный артист БССР. Такая, типа, барельеф и арфа. Из этого барельефа торчит Арсенко. Понятия не имею. Женя Каменко. Молочка. Видимо, какие-то коммунисты, потому что годы жизни какие-то 40-41 и то до начала войны даже. Андрейчики. Фамилии все разные. Нету такого, чтобы лежала там целая семья, например, Сухоцкие. Такой геометрический памятник, направленный в разные стороны. Вот тут, кстати, семейный. Раз, два, три, четыре, пять человек тут лежит. Воднев, 55-й. Какие-то врачи. Видите? Змейка медицинская обвивает чашу. Но он в погонах. Может быть, военные врачи. Вот какие-то совсем старые могилки. Интересное обрамление. Растет трава. И написано, Вася, спи спокойно. Любимый сыночек. Наверное, детская могилка. 49-й год. Вот что-то, видимо, обновленное. То есть могила 49-го года. К ней подхоронили 2005-й. И, видимо, в том же году или чуть позже обновили. Фрид Семен Маркович. Много всяких разных евреев. Но в советское время уже не делили на вероисповедание. Поэтому я не удивляюсь этому. Вот там какое-то интересное захоронение. Во-первых, вот это Анна Забродская. Какой, посмотрите, красивый шрифт сделали в 1938 году. И такую черновую веточку наверху. Солдатская могила в бетоне. Просто такая звездочка и буквы все во мху. Симпатично выглядит. Люблю такое. Так. Вот тут у нас что-то. Какие-то барельефы. Круглянский. Не знаю таких. Но бетон. И на нем такой бронзовый барельеф. И даты жизни достойно. Вот еще одна надгробная памятник. И с красивым шрифтом на уминка. Получается, 24-й год. Уже советская власть. Но сделана с такими... Во-первых, крестиками. Во-вторых, таким вот царским шрифтом. Красота. Здесь вот могилки попроще. Просто с такими крестиками. И на крестиках такие книжки. Какой-то новодел. А рядом поваленный какой-то памятник. Более старшего поколения. Забраилов. 38 лет. 1900-й год. Памятник от жены. Красиво. Не знаю, почему он вот так вот лежит. Почему его не поставят на место. Ой, вот такой какой-то, я не знаю, посейдон. Я такое видел только около фонтана Треви в Риме. А это, на секундочку, композитор Соколовский. Нестор Федорович, 50-го года памятник. Видите, он такой масштабный. Неплохо. А вот еще один советский памятник. Фамилия Ладутько. У нас, если вы помните, был такой знаменитый в Могилеве машинист Николай Ладутько. И в честь него назвали поезд. А его дети потом тоже работали в железной дороге. И потом даже таксовали около железнодорожного вокзала. То ли сын, то ли внук уже Ладутько. Того Николая. Ну, это, скорее всего, просто однофамилец. Потому что, во-первых, это Минск, а не Могилев. А во-вторых, фамилия не такая уж и редкая. А в-третьих, о том, что этот человек имел отношение к железной дороге, об этом ничего не говорит. А вот памятник 42-го года. Скромный. Тогда, видимо, в военное время все ресурсы были ограничены. Поэтому таких пышных памятников не делали. Вот мы уже приближаемся к церкви. Александра Невской. Много таких вот маленьких могил, просто вздеванных в землю. Извините, а Купала Колоса в какую сторону идти? Вон. Туда? Вон, Больший Памятник. Ага. А еще кто-нибудь, может, подскажете из известных тут есть? Ну, больше нет. Купала Колоса. Ага. Ну, остальные по мелочи, то есть... Ну, я просто смотрю, тут есть всякие разные композиторы, артисты, но я, честно, таких фамилий не знаю. Ага. Ясно, спасибо. И вот еще такой памятник 46-го года, Баламут. И тут такой крестик, и у него во все стороны стрелочки. Вверх и вправо и влево. Такое вижу впервые. Памятник 39-го года. Памятник трагически погибшему от госсдата. Зоя Никитина, 47-й год. Вот такой вот массивный железный крестик из железных труб таких в весе. Вот еще одно, похоже на еврейскую могилу, когда деревца с отрубленными сучками. Здесь многие могилы, которые семейные, вот они. В них есть вкрапления к старым могилам современных. А вот тоже такой железный крестик и типа табличка, как листик бумаги. Специально свернут сверху и снизу, как будто прибили бумажный листочек. Но на самом деле он, конечно же, металлический. Напомню, что на этом кладбище похоронены главные писатели Янка Купала и Якуб Колос. Ну и много других известных людей. Вот такой крестик в виде стрелочек. А вот что-то на немецком. Член миссии Юнера РАА. Надо нагуглить, что это такое. Рут Вальтер. Эс Уолтер родилась в 21-го. В США Калифорникэйшн. И умерла в августе 46-го в городе Минске. Вот это да. Кто это такая, чем она занималась? Видите, даже тут похованные американцы. Это Минск. Ну а чему удивляться? Если вы помните, убийца Кеннеди, Ли Харви Уасвальт, то он тоже какое-то время проживал в Минске. Хотелось бы, кстати, попасть в его квартиру. Вот такая читальня. Здрасте. Слушайте, я, к сожалению, не помогу. Я не подаю. Скажите, а вот Купала, Колос, а какие еще известные люди тут похованы? Мама Колоса. Там же около него? Там. Там? О, прикольно. Как ее получается фамилия Луц? А, Луцке, я считаю, Купала, а Колос? Колос или Купала? Мицкевич она будет, наверное, по фамилии. Луцевич, да, точно. Короче, тут вот такая вот. Проходим мимо. Много таких других могилок. Кованые. Тоже терновые венцы. А вот такой вот я часто вижу на старых кладбищах. Монумент, сделанный из псевдокамушков. Это, конечно, цельный бетон, но сделана имитация, как будто груда камней, связанная между собой. Вот еще один крестик со стрелочками в разные стороны. Такое я до этого нигде не видел на военном кладбище. Кеники. Вот это мать. Да. Мать Луцевича. Да, это, получается, мать Янки Купалы. Супер. Видите, вот люди, которые здесь бывают, они уже знают, где кто похованы. Видите, недалеко, кстати, от прихода. Получается, мать умерла в 42-м году. И Янка Купала скончался в 42-м. Я только не помню, что там по датам у него. В общем, получается, мать и сам поэт его, помните, убили и обставили под самоубийство в гостинице «Москва». Он, типа, был эвакуирован и как бы покончил жизнь с убийством в гостинице «Москва». Это то место, в котором стрелял Умар Джабраилов в свое время. Вот. Янка Купала там погиб. Так что в той гостинице часто происходили какие-то леденящие душу происшествия. Мы немножко отклонились от маршрута. Если вы внимательно слушаете это видео, то можете услышать, что периодически там грюкают трамваи. И покой мертвых периодически разбавляется такими грюкотанием трамвайных путей. А вот тоже занятный памятник. 36-й год умер. И вот написано краской просто. Даже не шрифтом, а как будто какие-то как дети писали. И при этом оно вот так и выглядит до сих пор. Как помните, я снимал в Могилеве могилу военного летчика, где сзади было написано, что он погиб при испытании самолета. Тоже так, просто краской, без заморачиваний на шрифты. Возможно, другого варианта не было. Тут уже конец кладбища. Ну что, пойдемте тогда к этим Янке Купалу и Якубу Колосу. Посмотрим, как они выглядят в Могилах. У меня, по-моему, женщина показала, что туда. Там такие массивные. Это, батюшка. Это, получается, действующая церковь и тут служит. Но на этом же уже не хоронят, да, кладбище. У вас просит ума от Могилы. Здрасте. Какой у Верих? А я просто пришел посмотреть могилки и хотел от Купала Колосу иду. Меня вот просто от Великого Матери Янке Купалы посмотрел тут. А, теперь хочу в ту сторону. Но на этом же кладбище уже не хоронят, да, получается? Не только родственников, которые уже тут есть. Ну, мы хоронили. Ага. Курные. Мне вот еще сказали, что Кальварийское тоже такое старинное кладбище. Ну, это же на другом конце. Да. Ну, там тоже что есть такие старые монументы и всякие такие со шрифтами. Ну, там тоже хоронят, но таких очень уважаемых людей. Ага. Не просто все. А вы давно тут работаете? Служите? Служите? Служите 17-е. Ого. Целая эпоха. Ну, в общем, вот такая вот тут мирная церковь. Спасибо вам. Ребята, мы движемся дальше. Батюшка со стажем работы в 17 лет проследовал к своему месту служения, к храму. А вот еще такая тоже могилка. И тут такой маленький, тоже таким нелепым шрифтом написано. Все могилы очень оригинальные. Вот и стоят и церры, и кресты около церкви, и просто такие квадратики, кубики. И поновее, и постарее, и просто такие советские. В общем, на любой вкус цвет. Очень большое разнообразие стилей. Хорошо еще, кстати, что нету оградок у большинства. Так бы это кладбище казалось бы слишком захламленным. Вот не знаю, зачем здесь сделали ограду. Как будто кто-то придет и будет вытаптывать. А вон еще такая... Снимаю вам церковь немножко. А потом проследую туда. Можно передать шрифт від distinction. Можно передать шрифт. Какой так? playing that tę Вот, исполнил всех родных действий, которые ушли, пожелали на счастье, сам свою жизнь. Вот, тоже такие картины, тут все разрисовано, и красная кирпичная кладка, симпатичная. Ну что, давайте проследуем. Вон кто и могиле, она оригинальная, смотрится как какой-то мусульманский минорет, или как такая маховка купола церкви. Вот, что-то историческое. А вот просто, видимо, крестик срубили, срезали, и туда вставили цветочки. Вот, видите, такой необычный. Он новый, конечно, памятник. Интересно, как он выглядел, когда был до замены. Вот, теперь он выглядит вот так. А мы движемся все-таки к памятнику Янг Купалы и Куба Колоса. И, конечно, хотелось бы, конечно, идти не по снегу. Хорошко, досько. Краткость, вы знаете, сестра таланта. Немножко покосившийся крестик. 34-й год, Дрост, Роман Павлович. На многих крестах здесь я еще заметил, так согнуты вот эти боковые части, как будто, знаете, когда пуля попадает, или дуло у танка, когда разрывается, и так эти лепестки складываются. Вот примерно так все выглядит. Губицкий. Написано шрифтом, как на Джек Дэниелсе пишут. На лифтаре. Стикнул. Вводина. Здесь на. 44-й год. Не зря это кладбище называется военным. Очень много захоронений. Вот прям времен войны. 42, 43, 44 год сплошь и рядом. Ну, ребятки. Вон, получается, Янка Купала и Якуб Колос рядом. Сначала покажу вам могила композитора. Вот, получается, могила Янки Купала. Идем, пойдем, пойдем. Знаешь, что там интересное? Ты вот пальцы полу. Народный поэт БССР. Я, кстати, был в Левках, где Янка Купала доживался и последние годы до того, как началась война и до того, как он эвакуировался в Москву. И вот в Левках там очень большая экспозиция. Я вам когда-нибудь съезжу, поснимаю. И там в гараже даже стоит его личный автомобиль, на котором он уезжал. Но вы же понимаете, что когда его отправили в Левке, это фактически его отправили в добровольную ссылку. Я вам потом подробнее расскажу, что это значит. Но там уже он писал очень травоядное произведение. Остроты уже не было в его позднем творчестве. Потому что, так сказать, гайки его подзакрутили. Простите, пожалуйста, а какое, что вы подметили на памятнике, говорите, что если рядом стоять какая-то особенность? Ну он же два раза или три пытался покончить с собой. Это ощущение, что у него вот... Вот обратите внимание, под бороду тут. Слушайте, хорошо, а что вы думаете по поводу все-таки в гостинице «Москва»? Это самогубство или все-таки ему чуть-чуть подтолкнули? Либо они его хотели задержать, он вырвался, либо они его скинули. А какая разница? Ну да. Вы лопали полбок. А вы в Левках были? Нет. А, ну вот съездите там в красивый музей, там много его всех вещей. Машина даже там его стоит в гараже. Ну там большая территория. Ну порядка, нет, мы ехали, так как будто бы. Далековато? Нет, мы не фанаты просто, мы ходим там, где он сам у нас встречается. Не мы к ним ездим, но он к нам. Мы пришли, он не такой, пишет ли, когда ты встречаешь знакомые, даже памятники. Ну да. Поэтому мы не бегаем за ним, мы собираем информацию, которая к нам приходит. Очень интересно. Хорошо, вам удачи. Вот, ребята, видите, даже вот в выходной день, февраль, морозец, но люди все равно ходят, потому что людям интересно изучать историю, смотреть. Вот, наверное, тоже родственнички. Потому что Мицкевич, Мицкевич, Мицкевич. Ну, как мы помним, со школьной программы это фамилия Якуба Колоса. А Якуб Колос, это был его, получается, псевдоним. Потому что многие известные писатели писались под псевдонимом в те времена. Вот такие прям галереи и заградок. А мы пройдем вот к памятнику солдата. Он тоже представляет интерес. Тут, наверное, какое-то братское захоронение. Глядите, какая монументальная. Сейчас вот идет очень много срачей и говнобурлений в интернете по поводу сноса советских памятников. Я лично против такого. Если уже это поставлено, неважно. То есть это там дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то бережет эту память, кто-то не бережет. Но в любом случае такие памятники, где бы, в каком городе или стране они не находились, они представляют интерес. И с архитектурной, и с памятной точки зрения. И просто так их уничтожать, это, блин, советское наследие. Пускай для кого-то советская история была со знаком минус, но об этом все равно нужно помнить. И глупо из-за каких-то сиюминутных поворотов моды и направлений там. Сегодня мы ненавидим тех, сегодня этих. Очень глупо это все уничтожать, что ставили. Пускай бы оно стояло и напоминало. Можно же по-разному к этому относиться. По-разному об этом говорить. Но не стоит эти памятники убирать. Тем более, когда, допустим, как сейчас, много где уничтожают там советскую застройку, геральдику, всякие разные налепки. Но у тебя же остаются дома, которые сделаны вот в этой советской, сталинской архитектуре. И убирать какие-то монументы и символы, это разрушать вот эту общую историческую канву. Если у тебя там вся площадь, или все пространство застроено сталинским ампиром, такими домами сталинками, то там должны быть и монументы такие же, чтобы это все смотрелось вместе органично. Пускай даже в данный момент там какая-нибудь власть и не почитает эту эпоху. Так что нашей стране в этом плане еще повезло. То есть у нас очень хорошо сохранился прям заповедник всей вот этой сталинской архитектуры. У нас на всех башнях все звезды, лепнины и монументы бережно сохранены. Если бы у нас было еще больше бюджетов, было бы еще лучше. Ребята, это был канал «Вечерний садовой». Посетили военное кладбище, посетили только самые популярные могилы. Янка Купала и Куб Колосы прошлись по центральным аллеям. Кладбище на самом деле большое, по нему ходить и ходить. А как я пойму, что надо еще раз приехать, все поснимать? Да, конечно же, по вашим лайкам и комментариям здесь я приеду в случае их большого количества еще раз сюда и более подробно поснимаю все вот эти вот улицы и переулочки, кладбища. Давайте, пишите. Ну и всем пока. Жду от вас обратной реакции на YouTube. Пока. Вечерний садовой.